председателем суда как переговорить у меня экстренная ситуация у меня есть экстренная ситуация я изложу в устам потому что у меня сейчас нет времени писать на данный момент проходит судебное заседание без защитника то есть меня я говорю что проходит без защитника без меня то есть было подано сегодня уже третьих ходатайства которые два предыдущих игнорировались на данный момент то ходатайство которое сейчас у судьи находится связи с моим подзащитным нету у меня есть соответствующая натуральная доверенность мне нужно чтобы меня допустили к участию в деле все правильно да в связи с тем что судья превышает свои полномочия потому что он нарушение 49 статьи у пк меня не допустил соответствие вызвал сейчас наряд полиции и хочу чтобы мы все-таки эту конфликтную ситуацию разрешили с председателем я своему подзащитному сказал чтобы если меня вдруг по какой-то причине не допустят я могу такое предполагать потому что тот беспредел который творится в этом суде и не только в этом суде я считаю что он не должен участвовать в таком судебном заседании где лишает его права на защиту я соответственно готовился к судебному заседанию я готовился тест на его показания прочее прочее поэтому я ему дал указание на воспользоваться 51 статьей никакие слова без меня не говорить потому что приговор будет любом случае отменен вышестоящей инстанции по факту того что меня не допустили в том что 305 статья уголовного кодекса судья когда выносит заведомо неправосудный акт а в данном случае заведомо неправосудный акт ходатасте все подробно расписано то что у него в принципе нету знаете усмотрение допустить не допустить он обязан это сделать просто обязан и он этого не сделал нет я не предлагаю ему вмешиваться я предлагаю обсудить данный вопрос каким образом предлагаете председателю обсудить данный вопрос не вмешиваясь в отправление правосудия по конкретному уголовному дела хорошо сейчас сотрудники полиции приедут как они будут тогда тоже так же скажут то есть судья может творить все что угодно и сейчас судья достанет пистолет начал стрелять мы не будем вмешиваться ситуация та ситуация человека обвиняют в преступлении в которой он не совершал та ситуация судьи сейчас вынесет приговор незаконный судит потому как он вынес определение меня не допускать у вас есть конкретные процессуальные методы для того чтобы обжаловать действия председатель еще по делу правильно вот это определение оно не обжалуется вы на прекрасно знаете понимаете если это был приговор до приговор отменяется потом привлекается к ответственности судья и тому подобное в данном случае вот это определение которое он вынесет я не имею возможности его обжаловать не имеет мы доверить или его обжаловать к вам и попросить обыкновении по связи он со мной хочет и понимаешь с вами но может быть не проводить судебное заседание просить он не может он подсудимый об отложении судебного разбирательства не может ходиться для того чтобы своего защиты какого другого С какого перепугу? У меня с ним заключен договор, он заплатил деньги Причем здесь нету, я почему должен подстраиваться под какие-то методы? Он обязан меня допустить, судья обязан меня допустить Все, какие вопросы будут, какие могут быть методы, какие отложения? Мы и так уже сколько раз откладывались Значит, идите, ждите, когда будет судебный акт и обжалуйте его Что вы хотите-то от председателя, чтобы... Как, что я хочу? Чтобы она пошла, дала указание судье по делу Я уверен на 100%, судья просто так эти решения самостоятельно не принимает Пожалуйста, этот разговор беспредметный, поскольку вы просто начинаете разговаривать просто беспредметно Вы начинаете фантазировать Ну, я вам говорю, факт, подано ходатайство, а допуск мне в качестве защитника Все, я не допущен Вы прекрасно понимаете, как вам в дальнейшем следовать, если вас не устраивает действие или результат... В смысле, как мне действовать? Я не допущен даже, понимаете Я даже не смогу подать там частную жалобу, там какую-нибудь еще апелляционную жалобу, тому подобное Он же заплатил вам денег? Вы же являетесь по нотариальности, по нотариальности... Ну, что дальше? Ну, он же вправе заключать, точнее, совершать какие-то действия в своих интересах Хорошо, давайте сделаем проще Как вас зовут? Инна Шамилина Инна Шамилина, вы можете обеспечить мою беседу, чтобы я все-таки разговаривал с председателем суда, а не с вами? У вас какая должность? Секретарь или кто вы? Я помощник Помощник Давайте все-таки я буду не с помощником общаться, а непосредственно с председателем Ну, вот это все я не хочу 10 раз пересказывать Ну, не вопрос, только у председателя часы приема в среду с 10 до 12 Это ваше решение или председатель мне отказывает? Пускай он тоже самое скажет, я развернусь, уйду, вопросов нет У меня конкретно установленный график приема граждан Любой график может меняться В зависимости от чего? В зависимости от ситуации, которая сейчас произошла, я еще раз объясняю Не берите на себя личную ответственность Сообщите председателю, что по такому-то вопросу пришел защитник, которого не допускает Мамаев Владимир Владимирович, доверенность у меня есть, я могу передать Хорошо, я сообщу Вот, и она пускай скажет соответствующее решение о том, что в среду приходить, либо не в среду приходить Я считаю, что данный вопрос требует необходимости сейчас разрешения Так, даю вам доверенность Оригинал передаю Жду в коридоре Отчего случилось? Ну, пост у нас продокументы И что дальше? Ты меня провоцируешь сейчас или что? Нет, просто прошу убрать Все, просто отойди и все, не провоцируй меня Это мое служебное место Говорю, не провоцируй меня Уберите, пожалуйста Не уберу Не уберу Все? Что-то мне тут губками тут выговариваешь, а? Скажи вслух, что ты сейчас сказал? А? Умный такой, что ли? Я попросился? Развернулся и ушел отсюда Что ты глазки лупишь на меня? Что ты мне головкой кидаешь? Деловой, что ли? Ой, смелый Вот, рот заткни свой и волчи Будет мне указывать, что мне делать Вас попросили Я тебе отказал Я тебе отказал Еще хочешь попросить? Прости на колени вставай Может быть Уступлю тебе Что ты головой мотаешь, а? Страшно сказать вслух Боишься, да? Ну скажи, боишься? Вас нет Нет? Нет Тогда скажи вслух, что ты там Шептал Ты? Серьезно, что ли? Давай еще раз скажи Скажи еще раз, давай Мы тебя проверим на По губам какой-то слов сказал Какой-то сейчас слово сказал Еще раз, повтори Еще раз, какое слово ты сказал? Какое слово ты сейчас сказал? Я даже его услышал Я усилю звук на микрофоне Я, твое слово будет известно Значит, смотрите Можно, значит, жалобу на этого человека Он назвал меня на букву П Это зафиксировано на аудио Я это вытяну Он думает, что по губам нельзя прочитать Какое слово И то, что вот, когда ты произносишь Это все равно зафиксировалось Да кто я, по-твоему Кто я, по-твоему, а? Кто я, по-твоему, еще раз тебя спрашиваю Так вы не могли бы здесь освободить Значит, я еще раз хочу сказать Что вот этот человек меня сейчас публично оскорбил Возможно, никто не слышал Но я услышал, как он меня назвал Он назвал меня на П Окончание раз Это в конце, в середине вставите слова Так ты сказал? Спрашиваю, так ты сказал? Не понимаешь, да, дорогой, не понимаешь Проводите, пожалуйста, помещение Прекратите свою истерику Еще раз вам объясню Потому что себя этот человек должен вести Настоящим образом Я понимаю, вы не могли бы... Хорошо, как решился ваш вопрос? Ваш вопрос решился так, что прием Председателя осуществляется по средам с 10 до 12 Я скажу с того, что все-таки это его решение, а не ваше Ну я пройти не могу Ну вызовите сотрудников полиции Ну подкрепление, там ОМОН, там, я не знаю, как угодно ОМОН, подойди, пожалуйста Ну, смотрите, давайте, ну не позорьте ни себя Не те погоны, которые вы носите Решите этот вопрос с прохождением вас по вызову о совершении преступления По 305-й статье Уголовного кодекса Что за детский сад устроили? Тут приставы меня оскорбляют В качестве защитника не допускает судья Почему вы не можете прибыть на место совершения административного правонарушения Либо преступления? Законные требования предъявите, если не подчиняются 19-3 Они статью 11 закона своего федерального О судебных приставов не могут прочитать до конца Я пошел В поле стою, где эти Смотрите, здесь Что на все снимали? Да Мы зашли Мы права нарушаете Я не хочу, чтобы вы не снимали Ну не хотите Ну да, вы зарушаете закон? Я ничего не нарушаю Я фиксирую правонарушения Вы попали в кадр Я фиксирую то, что сотрудники не пропускают сотрудников полиции Не переживайте, я вас закрою, ваше лицо Пишите То есть вас все-таки так и не пустили, правильно? А руководство что сказало, если не секрет? Это нормально?